Теперь вы упомянули про уважаемого мною председателя Евросовета, господина Мишеля. Вот в Праге, значит, в Праге осенью 2022 года, вот под эгидой господина Мишеля, потом президента Франции Макрона и господина Шольца, канцлера ФРГ, где собрались и лидеры Армении, и Азербайджана. И там подписали заявление, понимаете? Заявление, из которого вытекает, что Армения признала Карабах частью Азербайджанской республики. Более того, руководители делегации, руководители Армении прямо назвали территорию Азербайджана в квадратных километрах, в которую, безусловно, входит и Карабах. И подчеркнули, что они признают суверенитет Азербайджана в рамках Азербайджанской СССР, входивших в свое время в состав СССР. А, как известно, в состав Азербайджанской СССР входил и Карабах. То есть, по сути, был решен главный, абсолютно ключевой опрос, который заключался в статусе Карабаха. Когда Карабах объявил о своей независимости, никто не признал эту независимость. Даже Армения, что, честно говоря, для меня странно, но, тем не менее, такое было решение. Они не признали независимость Карабаха. Но здесь, в Праге, они признали, что Карабах принадлежит Азербайджану. А потом, в начале 1923 года, вторично повторили то же самое на аналогичные встречи в Брюсселе. Ну, вы знаете, так между нами, хотя между нами уже это, наверное, не подходит, но, тем не менее. Но если пришли... Нам, кстати, об этом никто не сказал. Я лично узнал это из прессы. Но Азербайджан и всегда считал, что Карабах – часть его территории. Но, определив статус Карабаха как части Азербайджана, Армения совершила качественные изменения своей позиции. После этого на одну из встреч ко мне президент Алиев подошел и говорит, ну, вот видите, все признали, что Карабах наш. Ваши миротворцы там находятся на нашей территории. Понимаете, даже статус наших миротворцев претерпел сразу качественные изменения после определения статуса Карабаха как части Азербайджана. Он говорит, ваши военные находятся на нашей территории, и давайте теперь договариваться о их статусе на двухсторонней основе. Ну, а премьер Пашинян подтвердил, говорит, да, вам нужно теперь договаривать на двухсторонней основе. То есть Карабах ушел. Можно что угодно говорить об этом статусе. Но это было ключевым вопросом. Статус Карабаха. Вокруг этого все крутилось на протяжении предыдущих десятилетий. Как и когда, кто и где будет определять статус. Все. Армения его решила. Карабах перешел в состав Азербайджана официально. Это такова позиция армянского государства современного. Ну, а нам-то что делать? Нам что? Все, что происходило в недавнем прошлом, неделе, две, три назад, и перекрытие этого Лачинского коридора и так далее. Все это было неизбежно после признания суверенитета Азербайджана над Карабахом. Это было только вопросом времени. Когда и каким способом Азербайджан будет наводить там конституционный порядок в рамках конституции Азербайджанского государства? Ну, а что скажешь-то? А как на это реагировать-то еще? Армения признала, а мы что должны делать? Нет, а мы не признаем. Ну, это же нонсенс, правильно? Ерунда какая-то. Вот, я сейчас не буду рассказывать, думаю, что некорректно о нюансах наших дискуссий, но то, что произошло вот в последние дни или в последние недели, ну, это было неизбежным последствием того, что было сделано в Праге и в Брюсселе. Поэтому, вот, господин Мишель и его коллеги должны были бы тогда подумать, когда уговаривали, видимо, я не знаю, надо спросить их самих, где-то закулисно, кулуарно уговаривали премьер-министра Армении, господина Пашиняна, вот, пойти на такой шаг. Должны были бы все вместе подумать о судьбе армян Карабаха. Должны были бы как-то, ну, хотя бы что-то прописать о том, что и как их ожидает в этой ситуации. Какой-то порядок интеграции Карабаха в азербайджанское государство. Какой-то порядок, связанный с обеспечением их безопасности и соблюдением их прав. Ну, там же ничего этого нет. Там есть только заявление о том, что Карабах, эта часть, азербайджанское государство. Все. И чего мы должны делать? Ну, если так, сама Армения решила. Нам-то что делать? Вот, а мы что делали? Мы использовали все, чем мы располагали в правовом смысле, для того, чтобы обеспечить гуманитарную составляющую. Как вы знаете, у нас там люди погибли. Между прочим, защищая армян Карабаха. Наши миротворцы. Мы оказывали им гуманитарную помощь, оказывали медицинскую помощь, обеспечили их выход. Ну, и если уж возвратиться опять к нашим европейским, так называемым коллегам, да, но они хотя бы сейчас гуманитарную помощь, пускай посылают там на содержание тех несчастных людей, по-другому сказать не могу, которые вышли со своих родных на съезженных мест из Нагорного Карабаха. Ну, мне кажется, это-то они сделают. Но в целом, по большому счету, нужно, конечно, подумать о их судьбе в долгосрочном перспективе. А Россия этих людей готова поддержать? А я же только что сказал. Мы же их поддерживали. Те, кто ушел. У нас люди там погибли, защищая их, прикрывая их собой и обеспечивая гуманитарную поддержку. Ведь у нас там на наших, в центре наших миротворцев, туда же все беженцы пришли, под защиту наших миротворцев. Тысячи там собрались, туда приходили. Женщины и дети в основном. Вот. Ну, а так, мы, конечно, это уже готовы оказывать. Армения не перестает быть нашим союзником. Если там есть гуманитарные, а не есть гуманитарные вопросы, мы, конечно, их готовы и будем обсуждать, и готовы оказывать поддержку и помощь этим людям. Это само собой разумеется. Но я просто сейчас вам рассказал, как события развивались. Ну, коротко, но в целом основное я сказал. Также хотел бы коснуться вызывающего удивление заявление премьер-министра Армении. Удивление не только в Азербайджане, но и соответствующая реакция была дана и со стороны Российской Федерации в рамках Валдайского форума. Так вот, заявление почти дословно. Карабах – часть Армении и точка. Ну, во-первых, это, мягко говоря, ложь. Карабах всем миром равнинный, нагорный, признан как неотъемлемая часть Азербайджана. Армения сама не признает это незаконное образование. Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей. Так что Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак. Азербайджан Продолжение следует... Азербайджан